Недры, воздух и вода. Их состояние необходимо было сохранить и по возможности улучшить за 365 дней. Такова была директива федерального правительства на этот 2017 год, объявленный годом экологии. Какие наболевшие проблемы решали в регионе в первую очередь, журналистам рассказали официальные лица. Знаковым стало открытие мусоросортировочного завода. В план мероприятий, а их было больше двух сотен, включили и очистку русел рек. Позитивно отчитывается комитет по лесному хозяйству. Завершено новое лесоустройство. Каждый участок описан по видовому составу. Определены его границы. Ивановская область – единственная в стране, где эта работа выполнена на 100%. На 5000 гектаров проведено лесовосстановление. Это было сделать довольно сложно, потому что у нас врубается сплошными рубками всего где-то порядка 2500 гектаров в год. Лесовосстановление должно делаться на этой площади. Но так как мы нашли площадь с прошлых лет, где-то мы не выполняли лесовосстановление, начиная с 7, 8, 9 год. И были площади, мы их подготовили. И в этом году сделали вот этот даже повышенный план на 101%. То есть у нас более 5000 гектаров произведено лесовосстановление. Болевыми точками остаются свалки и полигоны ТБО. На их рекультивацию требуются огромные деньги, которых в субъекте нет. Речь идет уже даже где-то около сотни миллионов на рекультивацию, если свалки, потому что ее не просто нужно вывести, нужно рекультивировать землю, которая уже заражена, и непосредственно утилизировать в рамках того сконодательства, которое она есть. Но в каждом объекте это по-разному. Завершена большая работа по инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба. В списке 25 наименований, в том числе пруды-накопители жидких отходов Дмитровского химзавода в Кинишме, бывшие полигоны ТБО, навозы-накопители в Гавпосаде. После того, как эти объекты будут поставлены на учет, вот в этом реестре государственном, будет возможность их финансировать за счет федеральных средств по их ликвидации. Это будет тоже происходить в рамках приоритетного проекта «Чистая страна» и государственного программы охраны окружающей среды. Даже в год экологии не решены застарелые проблемы. Жители местечка Болино вот уже три года пытаются добиться закрытия полимерной компании, которая производит пленку. От этого воздух в микрорайоне резкий и отравляющий. Суд на некоторое время приостанавливал работу компании. Специалисты вносили изменения в перечень выбросов. На запах, отчитываются сотрудники Департамента экологии, увы, нет нормативов. Поэтому и проблемы. Предприятие разработало проект своего производства, нормативы выбросов. И сейчас они в пределах допустимого. Но это не делает комфортным проживание людей вокруг этого предприятия. К сожалению, вот именно та проблема, о которой я сказала. Но в последнее время жалоб немножко поменьше. Но с такими подобными обращениями мы работаем до сих пор. Разговоры о переносе предприятия за территорию города пока приостановлены. Завершающим аккордом эко-года станет презентация переизданного первого тома Красной книги «Животные». Ее жители региона увидят в 20-х числах декабря. Будущий год президент Путин объявил годом волонтерства и добровольчества. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.